Приветствую вас. Ну, я думаю, что для начала вам стоит разобраться немножко в себе и подумать о том, чего вы хотите. Во-первых, безумное желание в сексуальном плане кого-либо не отношает к любви. Это отношает просто сексуальное желание. Любовь, если мы говорим о любви, это все-таки немножко другое. Если любовь у нас включает секс, то секс любовь не включает. То есть любовь без секса возможна, точнее секс без любви возможен. Да, секс без любви возможен. Любовь без секса, ну, как правило, нет. Хотя, в принципе, любовь без секса может быть, но любовь почти всегда включает секс. А вот секс любовь не включает. Вот. То есть при любой любви, при любой любви, элементы сексуальные какие-то есть всегда. При сексуальном взаимодействии, элементы любви могут даже не проявляться. Поэтому вот мне кажется, что первое, что вы... Первое, на что обратить стоило бы внимание, это на то, что вы вот путаете любовь и секс. Да, то есть если вы хотите девочку, неважно, кто она, абсолютно неважно, кто она, вот, то вы ее хотите просто. То есть у вас просто сексуальное желание по отношению к ней и все. Это не хорошо и не плохо, это вот, ну, просто есть, это просто так. Просто вот, ну, просто факт, да, скажем так. Вот. Дальше. Дальше. Значит, ну, то, что является или не является кровосмешением, мне кажется, говорить смешение не имеет. Потому что, ну, если вы хотите, допустим, девочку, то вы ее хотите и вряд ли, вряд ли, вряд ли вас остановит тот факт, что там кто-то кому-то приходит родственник, то кому-то не приходит родственник, это не так важно. Важно, важнее, важнее, на мой взгляд, то, что вы себя, вот, стыдитесь, понимаете, вот, что важно. То, то, что вы стыдитесь, эм, того, что, эм, вам хочется, вот. Вот это, эм, ну, это гораздо, гораздо важнее. Вот главное, гораздо важнее что вы этого стыдитесь, что вы боитесь, что вы боитесь что о вас подумают. Да, вы боитесь, что о вас подумают, вы боитесь, что о вас посчитают изращенцем, да, вас посчитают каким-то вот не таким, да, каким-то неправильным и прочим. И правда в том, что если вы действительно так думаете, если вы действительно так вот к себе относитесь, то правда в том, что вас действительно таком и прочитают. То есть тут момент в том, что если вы что-то решили, да, если вы что-то решили для себя, если вы что-то решаете, то нужно действовать. Понимаете, нужно просто брать и действовать. Вот. И не думать о том, да, что, как это может восприниматься, например, с кем-то. Вот. Ага, другой вопрос. Другой вопрос. Какие у вас отношения с девушкой? Нравится ли она вам как личность? Нравится ли вы идеи? Так, отлично. А есть ли у вас что-то общее? Если есть, то что это? Ну вот. Ну вот. Конкретно. Что это? Что общего между вами? Что вас объединяет? Понимаете? Какая штука. А это то, на что нужно обратить внимание. То, на что нужно обратить внимание, то, на что нужно обратить самое приятельное внимание, я бы сказал, что напрямую это влияет на возможность дальнейшего взаимодействия между вами, опять же, и если между вами нет никакой связи, да, если между вами нет ничего общего, вот, то, ну, соответственно, нужно этот момент разводить обрабатывать, объективно, вот, такая вот история, то, что, опять же, я могу вам сказать. То есть здесь очень важно, здесь очень важно не падать в сомнениях, то есть очень важно не позволять сомнениям себя, ну, прибивать к земле, вот, потому что ничего хорошего из этого не будет, то совершенно точно ничего хорошего не будет, если вы будете прибивать себя к земле сомнениям. То есть вот вы чего-то хотите, да, допустим, вот, вы чего-то хотите, и вы себе это запрещаете, и в итоге это все копится, 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 и, в общем-то, не находят своего выхода, и, кроме как того, что вы на этом цикле-цикле, если ничего нет, понимаете, вот. Может быть, и человека даже того, на которого направлен ваш интерес, в том числе сексуальный, может быть, и человека даже того нет, а вы уже вот все это себе создали, все это понимаете, вот. То есть очень важно, очень важно не идеализировать человека, понимаете, очень важно не идеализировать, очень важно, как можно реально смотреть на вещи, если она вам нравится, если она вас реально привлекает, у вас есть чувства, эти чувства нужно выразить. Я не думаю, что здесь может быть что-то плохое, и я не думаю, что вы являетесь как-то изращецем, потому что, помимо того, что человек родственник, все-таки еще и человек. С другой стороны, с другой стороны, если мы берем в совокупности, если мы берем именно в совокупности то, что вы не уверены в себе, то, что вы обесцениваете свои чувства, то, что вы боитесь, что о вас подумают, и то, что ваши интересы направлены на данного человека, можно говорить о некой такой проблематике вашей внутриличностной, с которой нужно работать, возможно, которые желательно были открыты. Вот. Но, с другой стороны, на мой взгляд, сугубо мой взгляд, без общения с этим человеком, без выражения ему того, что вы чувствуете, ситуация, скорее всего, не разрешится. Вот. Вопрос заключается в том, с чего вы хотите. То есть, если вы хотите разобраться в себе, откуда у вас возникли подобные ощущения, это одно. С этим можно и нужно работать. Если вы хотите непосредственно сблизиться с женщиной, то, тут уже вопрос немножко другой. Немножку другой. Вот. То есть, определите для себя, чего хотите вы, что нужно вам. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.